Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Если следующим летом вы увидите над своим дачным участком дрон, знайте, он летит, чтобы насчитать вам новые налоги. Росреестр до конца нынешнего года планирует создать в каждом федеральном округе центры коллективного использования беспилотников для обследования земельных участков с воздуха. Это позволит зафиксировать границу участков и количество построек без участия собственников. Предполагается, что дронами будут управлять инспекторы Государственного земельного надзора. Полученные снимки сравнят с данными Единого госреестра недвижимости ЕГРН для выявления признаков нарушения требований земельного законодательства. Самыми распространенными нарушениями в Росреестре считают самовольное занятие земельного участка. Его неиспользование или использование не по назначению. Дроны для обследования участков с воздуха впервые стали применять еще в 2015 году. В 2017 и 2018 ведомство провело эксперимент по использованию беспилотников в Тульской области и Татарстане. Устаревшие данные в ЕГРН зачастую выгодны собственникам, поскольку налог на имущество и земельный налог платят только с земли и новостроек, сведения которых есть в госреестре или у налоговиков. Беспилотники же помогут выявить перерезки, особенно на крупных земельных участках, а также незарегистрированные капитальные теплицы, например, и другие постройки. Правда, бывают и обратные случаи, когда начисляется повышенный налог из-за ошибки в кадастре. Не точно, но новые объекты недвижимости, обнаруженные из беспилотников, должна подтвердить выездная группа. А собственнику будет направлено письменное уведомление об этом, и выделено время для постановки объекта на кадастровый учет. Если собственник считает, что временная постройка, например, теплицы или баня ошибочно признана недвижимостью, он может вызвать кадастрового инженера и потом обратиться в суд. Кстати, в последнее время много разговоров было о налоге с теплиц. Так вот, официально регистрировать теплицы на загородных участках и платить за них налог необходимо, только если это капитальное строение с фундаментом. Постройка считается стационарной, если ее площадь превышает 50 квадратных метров. К ней подведена вода, ее нельзя переместить на другое место. Если такой объект не зарегистрирован, собственнику грозит штраф. Аналогичные правила распространяются на капитальные сараи и бани. Однако, для строения площадью меньше 50 квадратных метров действует налоговая льгота. Гаражи и жилые помещения хозпостройками не являются. С них берется имущественный налог как с полноценной недвижимостью. Ну, так решили. Стоит сказать, что теплицы и другие хозпостройки – это потенциальные золотые жилы. Так, согласно требованиям закона, теплица должна быть установлена строго в противопожарном месте, в 10 метрах от деревянных построек, в 8 метрах от деревянных, покрытых негорючим материалом. Существуют и санитарные нормы – не ближе 1 метра до границы соседнего участка, и не ближе 5 метров до проезда или общей улицы. Как вам такое? Кроме того, нельзя при возведении теплицы повреждать плодородный слой почвы. За это Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. А еще недавно в Государственной Думе прошел первое чтение законопроекта, который приравнивает лук к холодному имитательному оружию. Теперь его будут стоять на учет. И я думаю, а не связаны ли эти две новости? А то не всем дрон Росреестр понравится. Всякое может случиться. Это была программа «Цифры» и я, Андрей Асташкин. Увидимся. Продолжение следует...